эфир начался привет добрый вечер даже нет утро какой вечер обычно работаешь позже чем дневное время и автоматически вечерку да здравствуйте 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 коллеги здравствуйте все интересующиеся здравствуйте мои арабские друзья китайцы школьники матершинники всем здравствуйте как обычно теплой компании мы проводим прямой эфир посвященные прогнозирования и если прошлый эфир я был астрологом практикующим который играл в игрушку а у меня у меня и мы исследовали карты напоминают игра продолжается я думаю либо следующий вы через следующий эфир будет опять же составлен из ваших кейсов и историй а сегодня я астролог теоретизирующий и надо в принципе то отдать должное реакции аудитории вы уловили этот модус операнди и вполне себе гениальнейшие вопросы набросали я вместо того чтобы сидеть и самому лопатать в основном пожалуй буду опираться на них я себе даже из них некую структуру составил отфотошопил их себя и это да значит перед тем как приступим пока народ подсоберется мы спросим относительно будущего вот сейчас вполне себе на небе гармоничная погода такая астрологическая атмосфера которая благоприятствует всему на свете за вчера за сегодня случались ли какие-то ништяки у вас по жизни чтобы форма некоторой удачи проявилась чтобы проект стрельнул стоп денежка пришла чтобы новость опять же какая-то благоприятная манифестировала да добрый день вот за вчера за сегодня намечается ли что такое вас incredible что-то такое впечатляющее или все идет как обычно в режиме случается получается ой к сожалению нет у юли случилось но юли астрологии изучает и александра с астрологией дружит значит у юли с александрой да а чьи некими не знакомы соседи затопили вон из тишани юли проблемы с здоровьем появились скорее всего мир вскрыл потому что сейчас трин светил и о ольга даже не поленилась зайти в общий тренды прогностические посмотреть посмотреть как же это все складывается на вашу карту бизнес новость долгожденной чудеса последнее время клиент позвонил с которым полгода не общались ну вот и да у кого-то застой продаж запустили во во смотри какая логика уже даже через простейший вот этот пример через простейший кейс видно что есть некая погода небесная вселенская и у каждого человека она проявляется некоторым своим путем первый вопрос такой по существу до-мо-жи-ро-ва в-в если правильно прочитать я прошу прощения могу коверкать ваши ники почему одни астрологи прогностику обожают другие избегают можно ли с помощью астрологии точно спрогнозировать нечто влезть в вантюру или все же доверяя но проверяя и здесь же у нас был вопросец из серии сейчас ни к сожалению не выписал там же был вопрос надо ли прогностики учиться или можно прямо на старте значит хлоп и все хлоп и все и соответственно сразу все спрогнозировать дело в том что прогностическая вся механика это ну опус магна вишенка на торте это самый самый пик астрологического мастерства и те кто настроен работать серьезно и те кто занимаются реальной астрологией они без прогностики вообще пальцем даже двинуть не могут любой вопрос абсолютно любой даже предназначенческий кейс все равно он предполагает фактор диагностики все равно он предполагает факт посмотреть как карта реагирует на события и естественно астрология позволяет не только спрогнозировать события но и смоделировать их поменять их развернуть их в лучшую сторону то что на бытовом языке можно было назвать привлечь удачу и изменить плохой период черную полосу в хороший а и вот те которые избегают по всей вероятности либо это недобросовестные нечистоплотные коллеги которые втирают за 300 рублей всякие полу напряженности характера и гораздо легче заделаться каким-то кармогадателем чем не дай бог мозг напрягать и уж упаси господь нести ответственность свои слова представляете какая катастрофа вы же прогнозируете и там же какие-то факты их можно руками ногами проверить деньги болезни и прочее а так сказали что у вас черствая карма какая-то и пол напряженность характера ну человек почесал в затылке и говорит ну хорошо вот 300 рублей окей все нормально да надо же как вы попали как вы точно спрогнозировали вот бывают к сожалению такие астрологи следовательно те кто прям катастрофически избегают говорят нет нет на все воли господни не не умеем не будем это должно вызвать подозрение очень серьезное другой момент что есть люди которые специализируются эксклюзивно на прогнозе мы будем говорить чуть-чуть о хараре я там вопрос себе выписал есть санкт-петербургская академия астрологии которая фактически там конек прогнозирования правда с некоторым перекосом потому что в полном соответствии с механистической такой декартовой системой скорее шестопаловская школа по моему взгляду она слишком фатальна слишком владает таким высоким степенью детерминизмом мой первый учитель солнечный водолей оппозиция солнце плутон соответственно как раз один из первых выпускников шестопалова я свой путь астрологически начинал как раз с жесткой фатальности прогноз только так и не по-другому никак формула все и и одно время я был апологетом этого подхода но потом все изменилось и я уже добрал некую новую картинку вот поэтому да астрологию можно и нужно дотюнить дотащить до прогностических вершин и это доступно но это неким образом все таки не так то легко это путь и этот путь проходим мелькают опять сто пятьсот раз вопросов про длительное обучение будет значит в этом году мы анонсируем и ничего страшного обязательно все увидите да значит планет добрых и злых не бывает периодов плохих и хороших не бывает тоже про это поговорим дальше семь вин здравствует и в молодости говорит была огромная скорость событий все случалось само зовут туда зовут сюда у друзей что-то интересное происходит даже нет времени во всем поучаствовать события находят тебя даже больного под одеялом но во взрослом возрасте встречаешься с друзьями никому нечего рассказать полтора борща до две стирки в неделю просто ни у кого ничего не происходит почему так о вот здесь прям не бровь а в глаз о чем идет речь само понятие времени что это такое это некая форма энергии это некая форма волны и мы живем в некотором пространстве энергетическом можно его обозначить аристотелевским словом эфир пятая стихия квинтэссенция можно говорить там про какое-то течение дао кто кто на что был гораздо от априорных категорий кант до эдосов платона каждый мыслитель приходил к выводу что мы живем в неком поле даже физики зипе зиропойнт филд называют оказывается это поле живое и человек он как корабль плывет 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 в этом поле и поле живое оно постоянно синхронится с человеком взаимодействует не говоря о том что поле еще синхронится между собой что снаружи то и внутри что внизу что наверху микрокосм макрокосм герметический принцип все туда мало того что человек взаимодействует с полем и пуляет некие энергии в будущее и волны идут из настоящего в будущее так еще человек получает волны из будущего в настоящее даже в бауманке проводили известный эксперимент установили детерминированный отрезок когда будущее на сто процентов предопределено двадцать восемь дней лунный цикл вот соответственно харары по моему мнению имеет смысл строить максимум вот по вопросам которые предполагают скоп как по-русски радиус действия двадцать восемь дней то есть когда вам нужно жестко понять вернет ли петя долг согласиться ли машина замуж но двадцать восемь дней два месяца три месяца уже все что-то пойдет не то потому что степень неопределенности там выше мало того что это карай плывет по волнам взаимодействие с этим морем так еще у него есть свой парус и теперь вопрос как вы распоряжаетесь своими этими запчастями корабельными надут парус парус дырявый это огромный парус фрегата или это ваши дырявые трусы которые висят на мачте это суденышко ваш тазик такой и вы там стоите ногами или это некий серьезный авианосец на котором вы стоите оказывается у каждого из нас есть возможность мало того что вместо трусов повесить нормальные паруса мало того что есть возможность вместо тазика сесть на настоящую яхту межокеаническую так еще у нас возможность есть распоряжаться и некоторым образом этот парус регулировать поплывем в одну сторону другую сторону и так далее и то про что спрашивает наша участника участница случается все само невероятная интенсивность событий только подумал тут же получил описывается ресурсное состояние так называемое и перевод человека в ресурсное состояние самый первый пункт перед прогнозом когда-то когда я был молодым и глупым то я лепил прогнозы сразу в лоб писал табличку там случится то-то кто-то спрашивал про степень сбываемости но вот лет опять же восемь-десять назад если половина сбывалась я прыгал от счастья и говорил нереально как получилось угадали просто здорово прекрасно если половина сбывалась уже здорово но потом по мере того как я рос я понял что что-то тут не то и вот эта тема что пришел плутон настал кризис пришел юпитер настала халява это разговор в пользу бедных и пространство устроено каким-то совершенно другим путем и например сейчас просто прийти сказать хочу узнать что у меня случится в восемнадцатом году ну ко мне это невозможно сделать потому что вы будете неким образом пропущены сквозь фильтры и как раз наведение вот этого порядка в голове проведение аудита реальности первичное ресурсирование индивидуальный план развития компенсации и все остальное прочее как раз это переводит человека в тот режим когда он на нормальном фрегате с нормальными парусами взаимодействует с событиями на правах режиссера на правах сотворца потому что мир это огромный официант этот официант очень четко слушает что вы говорите причем всеми частями как теневыми непроявленными так и сознательными но вот к сожалению теневые качества обладают больше силы и то что у вас где-то какие-то домовенки сидят в кармане и каркают у меня непризнанная агрессия я тревожусь за мужа на самом деле хочу чтобы муж сдох я так хочу денег на самом деле мой страх бедности мир этого домовенка который сидит в кармане очень хорошо слушает и он обслуживает его интересы грубо говоря если вы головой сознательно хотите побольше денег а это на самом деле обусловлено страхом бедности то мир будет каждый раз вас обламывать потому что задача оставить вас без денег поддерживая вашу зону комфорта более того оказывается те волны те штормы которые мы встречаем на пути своего плавания они еще зависят от нашей интерпретации то есть если вы пьяный обкокаиненный на яхте и видите что впереди цунами вы говорите уху отлично как известно пьяным везет поэтому цунами вас не затронет глобально если вы тревожный такой педантичный рассчитали чтобы была погода солнечная а впереди маленькая маленькая там волнушка поднялась вы все перепугались и вообще думаете катастрофа я то рассчитал чтобы хорошая была погода оказывается мир настолько живой и настолько синхронится с вами по всем юнговским принципам что если вы входящий сигнал воспринимаете как позитивный и в вашей картине будущее этого блага это благо тогда соответственно мир дает такие декорации такие последствия переводит вас на такие события на рельсы что это чудесно это великолепно кроме того даже по прогностике можно посмотреть качество события казалось бы например развод для многих людей это стресс невероятный и многие психологи говорят что развод на уровне там со смертью родственников стресса такого масштаба только недавно в воскресенье смотрим по прогностике женщина прогноз брак лет 20 наверное был брак лет 20 на ней держался в прогностике читается этот развод как невероятное освобождение как позитив посмотрели спрашиваю ну это же не катастрофа это некое освобождение всякие гармоничные аспекты и женщина говорит да действительно все кроме бывшего мужа себя лучше чувствовать всем хорошо детям хорошо ей хорошо реально освобождение оказывается мир очень здорово на нас реагирует и если наша картина будущем наше принятие наша оценка наши отношения наши действия наше управление временем наше управление собственными энергиями все это засинхронен в единый аппарат тогда то тогда то таких событий оказывается нет есть изменения и мы внутри этих изменений делаем вывод и все ваше будущее это такая матрица изменение выбор изменение выбор изменение выбор И если вы знаете, когда изменения, в какую сторону и какой сделать выбор, ну тогда-то, естественно, плохих событий нет. Окей. Дальше мадам Шитова спрашивает, есть ли есть прогноз и будущее уже предопределено, то каким образом мы имеем выбор. Вот прямым, есть разные события, разные группы событий. Условные, ну там 1% от всех информационных свойств, которые мы получаем из Вселенной, это такие жестко детерминированные фаталистические события. Они связаны с кармой государства, с кармой рода и собственной задачей воплощения, в том числе с лунными узлами, фатальны. Ну вот выбрался тебе Стивен Хокинг оказаться паралитиком. Какой-то ребенок выбрал вообще умереть в раннем возрасте, более того, ребенок не успел потерять контакт со своей памятью. И бывает даже люди сообщают, в том числе, мама молодая мне сама рассказывала, ей дочь говорит, мама, я умру скоро. Мама в шоке, говорит, что дочь, все нормально и так далее. Нет, дочь взяла из окна, вышла и, соответственно, погибла. То есть сама дочка сообщила, сам ребенок помнит, настолько эта контролирующая система сильна, что действительно очень сложно что-то с этим событием сделать, но их реально минимум. Минимум, минимум невероятный. Часть событий родовые. То есть если умирает бабушка, вы хоть на ушах стойте, вы можете воспринимать это событие как угодно, сказать, как там в детском анекдоте, бабушка умрет, я поиграю в ее швейную машинку. Ну, отлично, значит, хорошая будет смерть. Или бабушка умрет, сдам ее квартиру, еду в Таиланд, буду творческо путешествовать. Тоже вариант такой катит. Ну, может быть, для вас у смерти бабушки будет трагедия какой-то невероятной. И такое может быть. Но в любом случае ваше восприятие будет неким образом работать на реакцию эмоциональную, на ваши последствия потом. То есть либо это депрессия, и вы два месяца будете лежать рыдая, и вся жизнь посыпется. Либо это будет ощущение свежего старта. Вот на это мы влияем. Как на первую нашу эмоцию, которая возникает, так и на последующую реакцию. Или то же самое, если мы говорим о карме государства. Вот есть сколько там? Несколько сот тысяч жителей Хиросима Нагасаки. Им на голову летит атомная бомба. Ну что они, прям сидят, картину будущего настраивают и принятие включают? Ну, все равно бомба упадет. Или вы думаете, я человек спокойно, не рискую, все. Вы идете где-нибудь по улице, спокойно. Спускаетесь в переход, обычный, ничего там особенного. Осматриваетесь по сторонам, чтобы перилы можно было подержаться, чтобы не было скользко. И хренак вам в спину въезжает автобус, и у вас нет ног. Ну, просто раз и случилось. Соответственно, фатальные события. Вы можете по-разному воспринимать это событие. Как там есть пять стадий восприятия смерти любой трагедии, когда человек сопротивляется, торгуется, смиряется, опустошается, думает, как жить по-новому. Но с такого рода штуками вы ничего не сделаете. Ну, физически, значит, оно вписано и все. Это один процент событий. Очень мало. И это видно прям за километр. То есть, по идее, посмотрев на дочку Уитни Хьюстон, астролог сразу так невооруженным глазом может сказать, ну, примерно там 20 столько-то лет, и дочка откинет кони. Потому что вот такая у нее мама, такая у нее судьба. Но эта редкость просто вообще невероятная. А остальные 99% точек – это изменение выбора, изменение выбора. И если, получается, мы говорим о предыдущем случае, о предыдущем вопросе, вы в ресурсном состоянии, вы являетесь сотворцом, вы знаете, кто вы, для чего вы, зачем вы, не абстрактный созерцатель, который комментирует. А вы участвуете в этом самом событийном потоке, и у вас все атрибуты необходимые установлены на вашем волшебном корабле. Ну, тогда, конечно, тогда у вас невероятное количество и плотность событий. Есть люди, у которых за 10 лет ничего не происходит, есть люди, у которых за день столько событий, что у других за год не бывает. В том числе, если мы говорим о людях, которые в творчестве или в бизнесе, у них там каждый день по 5-6 кризисов. А люди, которые живут в полу-овощном состоянии, у них, дай бог, там один кризис в 20 лет, и то они потом 30 лет еще переживают по этому поводу. Но здесь вот есть некоторые нюансы. Леон Лида. Леон Лида, по-моему, значит, Лида, наверное, с третьего потока есть. Подозрение. Была ситуация просто ад. В силу экстравагантности происходящего мозг работал на 100-500%. И Лида делится опытом, что она прям перемоделировала ситуацию в процессе. И вот вопрос, каждый ли прогноз можно так вот вытянуть, находясь внутри ситуации, перепрыгнуть с одного этажа событийности на другой. В 99-100 случаев да. Ну, когда ваша дочка не выпрыгивает из окна, и вам в спину не въезжает автобус. Вот прям раз и все. Дискретные события называются. Бывают события длительные, то она тянется, тянется, тянется волнами. Такое очень легко менять. Таких событий, кстати, большинство. Это определяется прогрессивными циклами, дирекционными циклами, транзитными петлями. То есть, прям видно, идет затравочка, потом идет развитие ситуации, потом кульминации, потом первое послевкусие, второе послевкусие. Ну и представьте, судьба, вот она сначала рисует крестик, потом ставит гвоздик, потом молоточком, тук, наживит. Потом, соответственно, пук, еще больнее. А потом со всей силы, значит, припечатывает этот гвоздь. Вот если идет именно недискретные события, длительный такой кризис по волне, значит, мы можем это событие засечь уже на стадии постановки крестика. Вплоть до всяких историй, допустим, смотрим точку, спрашиваем, что там болело. Человек говорит, коленка. Потом говорим, вот эта точка, эта точка, там, соответственно, перелом, а тут, соответственно, ухудшение, еще сепсис какой-то будет, сустава. И даже можно понять, что вот если заболело это место, то оно же потом и сломается. Но, естественно, можно в таком режиме его перекрыть просто в ноли и вообще, соответственно, не париться. Следовательно, следовательно, если ситуация экстремальная и клюет человека в самое мягкое место, тогда он начинает волей-неволей метаться и находит те ресурсы, которых, ну, вообще, казалось бы, нереально найти. Но в обычном овощном состоянии, к сожалению, многие спят до тех пор, пока не накипит. Елена Патиупина, если правильно читаю, прошу прощения, если я ошибся. Сможет ли Сурок, зная прогноз, скомпенсировать негатив, воспользоваться плюшками неба по полной или не хватит энергии, даже если будет знать, что делать? Ну, вот Сурок, Харек, Бобер, неважно кто, момент такой, что не с нами что-то случается и не события сбываются, а мы их случаем и сбываем. Вот, относительно плюшек, чтобы они образовались, необходимо проинвестировать в них свою энергию. Это что угодно, от выученной астрологии до денег или еще чего-то, или до мужа мечты. И тот муж, который есть, те деньги, которые у вас есть здесь сейчас, ну, это прямое отражение вашей идентичности. То есть, вы достойны этого человека, вы настолько энергетически емкие и настолько же и получаете денег и так далее. То есть, система не терпит никаких нестыковок. Если вы пошли, раскачали круглую попу, одели шмотку, накрасились и думаете, теперь у меня будет муж-миллионер, ну, вот он может быть на пару ночей, да, но это вам будет казаться, что он муж, а ему будет казаться, что он развлекается. Значит, для того, чтобы соответствовать чему-то большему, необходимо, что называется, скачнуть себя изнутри. И это же относится к суркам, к бобрам, к попугаям, к котам и прочее. Вот обратить минус-плюс, если мы говорим о катастрофе какой-то селенской, наверное, развернуть можно всем, потому что есть понятие этажности. И если вам поставили диагноз рак, то вполне можно взять и проскидать это по другим этажам 6-8 дома, рак войдет в ремиссию. Рак войдет в ремиссию. Если мы говорим о серьезных достижениях, то для сурка это тема достижения физически закрыта. Потому что достижения связаны с тем, что у нас внутри есть планка, куда мы растем, и мы миру даем команду. Мир, я вырастаю в этом году в два раза в деньгах. Мир ее молча исполняет, то есть здесь нет какой-то магии особой. И для этого не нужно сидеть и всеморонить, и колдовать, и ритуалы какие-то загадывать. Нет, мы просто миру даем команду в правильном состоянии. Когда в нас работает дух, то вот эта частица сотворца, она очень четко корреспондирует с всей матрицей естественных ходов событий. Естественные ходы событий просто тупо бомбит нас возможностями. Остается просто взять. И постоянно происходит пинг-понг. Мы даем, нам возможности забираем. Мы даем, нам возможности мы опять забираем. Вот режим этого пинг-понга постоянно. Поэтому так и есть. Насколько точный может быть прогноз на будущее, неужели все так предрешено? Во-первых, мы часть уже откомментировали на примере и автобусов, и трусов, и всего остального. Вот насколько точно. Я вам говорил, что начинал примерно 50-50. Если что-то случится, то ух, вот это надо же, волшебство нереально, как такое может быть. Сейчас, ну, там в зависимости от типа человека и от длительности с ним работы, то есть там от 99 до 70, примерно такой коэффициент. Если мы обменялись пару раз фразами, и я что-то по-быстрому набросал, ну, там будет в районе 70. Те люди, которых я прогнозирую годами, по 5, по 6 лет, там 99. Там 99. Единственное, что бывает тип событий, да, плавающие специфически, например, та же смерть в Абрске. То есть, если бабушка умирает, то это событие должно быть прописано в картах всех внуков, всех родственников, ее соседей. И там, ну, не всегда получается вычленить, даже иногда месяцем промахиваешься. Более того, там же в карте видна, например, критическая ситуация, связанная со здоровьем бабушки. И пишешь там три точки. Вот это, это, это. Соответственно, бывает, что бабушка умирает в первую критическую точку, бывает в третью. То есть, не всегда оно настолько, настолько в лоб. Но предрешено процент на 99, да. Есть, конечно, какая-то божья воля, есть какой-то, конечно, казус, счастливый случай и прочее. Я этого вообще не отрицаю. Но именно вот с такой астрологической позиции работы. Еще интересная штука про время. Как научиться управлять временем, мадам Кондрашова, Дарина, Ирина. Если в карте указать на скорость внутреннего времени или видны только отдельные показатели, можно ли уменьшить, увеличить скорость внутреннего времени? Здесь надо разделить. Здесь надо разделить на два таких пласта. Астрология управления временем у нас целый продукт есть, конечно. У каждого свой есть темп-ритм, у каждого есть свой режим оптимального функционирования. Кто-то тормозит, зато делает качественно. Вот скорость внутреннего времени Эйнштейна, как черепаха. То есть, соединение Меркурия с Сатурном думает долго, медленно, тупит, заикается. То же самое Ньютон какой-нибудь. Квадрат Меркурия с Сатурном тоже будет тупить, заикаться, еле-еле, медленно-медленно. Но, получается, Ньютон и, что называется, Эйнштейн вполне себе преуспели в думании. То есть, скорость их внутреннего времени по интеллектуальному именно средству фактически нулевая. Но видите, качество. Бывают люди, у которых конёк, наоборот, скорость. И быстро-быстро, вперёд-вперёд, раз-раз. Но мы к скорости получаем вторую сторону медали, тройдов то, что называется, поверхностность. То есть, скорость равно поверхности автоматически, а тормоза равно глубина автоматически. И у каждого человека есть общая скорость внутреннего времени, общая скорость. То есть, бывают люди прям нереальные тропы, где бывают люди подтормаживают. У тебя тормоз, например, абсолютный. И бывают ещё детальные скорости. То есть, у кого-то ум просто летает со скоростью света, а действия тормозят. У кого-то просто привычки, например, на огромной скорости. И вы успеваете поговорить телефоном, поесть, поспать, посидеть в Инстаграме. И всё это за час вы делаете. А кто-то только-только руку поднимает, чтобы пост написать. Уже всё, вечер. Поэтому работает. Интересный момент рассинхронов. При внутренних конфликтах бывает очевидный сам факт, что, например, скорость артикуляции звуков одна, а скорость памяти когнитивных функций коры полушарий, скорость выработки информации слов, она меньше, например. И у человека происходит нарушение развития речи. Потому что он думает с огромной скоростью невероятной, а речевой аппарат тормозит. Или наоборот, речевой аппарат вперёд-вперёд, быстро-быстро, а думает он медленно. Там получается и заикание, и аутизм, и разный вариант. Тут виден прям диссонанс по этим параметрам. И если этот диссонанс перекрыть, то убирается СДВГ, убирается некие аутические проявления, аспергер, убирается проблема со вниманием и так далее. Поэтому увидеть можно, но можно ли её увеличить или уменьшить компенсаторными методами, уважаемая Ирина, не надо. Оставьте в покое. Надо использовать свою карту в том виде, в котором она есть, и добиваться сверхрезультатов с её помощью. Потому что карта содержит безграничное количество ключей к этому. И как научиться управлять своим временем, у нас целый продукт есть по управлению временем. И есть же продукт по искусству управления событием, но он сложный, поэтому мы редко, но метко допроводим. Так. Настасья, 3,9. Есть ли события формула, запечатанные в карте, которая носит характер фатальности? Уже рассказал, но чуть-чуть откомментируем. Чуть-чуть откомментируем. Лунные узлы, 8, 4, 12. Вот факторы фатальности, потому что водные дома, это так или иначе карма рода, чуть ли не карма нации. А узлы, это опять же путь души, некоторый факт такого кармического предназначения. Поэтому, да, это один вариант, через 4, 8, 12 узлы. Есть еще один вариант предотерминированности, когда вот концентрация предопределенности настолько мощная, что свобода там не остается. Это количество и повторяемость формул. Ну, например, у вас на тальной карте 8 формул 4, 9, 12. Вот 4, 9, 12, 4, 9, 12, 4, 9, 12. Вам эта эмиграция не уперлась в 100 лет. Вам нравится жить в Воронеже, даже если его разбомбят в ответ на очередные санкции. Не важно. Все равно, значит, хочу в Воронеже жить. А у вас 4, 9, 12, 4, 9, 12. Опытный астролог может на глаз посмотреть, что, о, дирекция четвертого дома доезжает до Нептуна в 20 лет. Даже на глаз можно посмотреть. И при таком количестве 4, 9, 12 вас мир пинком под задницу выгонит из Воронежа. Дальше вопрос относительно вашего сопротивления, принятия, как вы отрежиссируете это событие. Но если вы обычный человек, который не нарушает законы, спокойненько учится в институте, появятся интересные партнеры из Америки, вы эмигрируете туда. Физически вас мир просто в охапку возьмет и туда утащит. Когда огромное количество формул, они сконцентрированы на крайне узком, скажем так, событийном промежутке. Это есть потенциал натальной карты плюс потенциал момента времени. Они синхронятся, получается кабум. Очень мощные события, но его видно, опять же, прям на глаз. В тот момент, когда человек родился, уже видно, что это будет. То же самое можно сказать относительно здоровья или чего-то еще. Вот видно прям, ну такое количество этих формул. Ну столько всего. Ну может быть там вправо-влево чуть-чуть, но все равно это такая колея, из нее очень сложно вылезти. Поэтому вот концентрация формул тоже может дать такой эффект. Как понять, что события можно обойти без последствий или нужно пройти в любом случае как жизненный опыт. Вот на искусство управления событий четыре траектории даем, как работать с этим самым событием. Это мне минут 40 надо. Это минут 40 надо. И, соответственно, ну как вариант, лучше проживать все. Лучше проживать все. И это мой, по крайней мере, путь. Я не бегаю от каждого события. Даже если что-то появляется вокруг, то, что мне не нравится, я с этим работаю. Я это использую как сигнал, как путь к развитию. И скорее я здесь рекомендую смотреть на натальную карту, как на прогноз всей жизни. То есть, опять же, есть прогностика по наталу, есть компенсаторная астрология натальная, есть компенсаторная астрология событийная, которая ловит прям момент. Вот у вас в моменте воспаление костного мозга какого-то, и раз вот это снимается. А я вообще по, опять же, своим темпоритам, по своему времени мыслю масштабами большими. Поэтому мне, в принципе, пофигу, что происходит сейчас. И если происходит то, что мне не нравится, от кошки, которая надула мне на коврик во время ведения занятия, до я еду на велике и на пустом месте фигакс падаю и разбиваю себе коленку в кровь. У меня до сих пор вся коленка в шрамах, как будто мне резали какими-то цепями. Ну вот бывает. То есть, я смотрю, какая уязвимость была поддета в моей энергетике, в моей психике, в моей натальной карте. В этот момент ее закрываю. Ее закрываю, поэтому здесь вот именно бегать от всех событий не надо. Значит, проживать безусловно, компенсировать, если это какая-то нереальная адовая адища и грозит чем-то проблемным. Но самый печальный вариант, наверное, это сопротивление. Вот единственный такой самый богий вариант сопротивления. Почему? Вот другой, возьмем, отвлеченный пример. Бывает человек эмоциональный, бывает истеричный. В чем разница? Эмоциональный, он чувствует здесь и сейчас, его кто-то обидел, но расплакался. Истеричный, это он сопротивляется, напрягается, терпит, ждет, а потом ба-а-а-а, как это, значит, псих начинает бегать и крошить всех, как Брейвик, например. Вот он ходил, держал себе, держал себе, держал себе, держал себе, потом взорвался и пошел, перестрелял всех вокруг. Значит, вот эта история, которая показывает отличие эмоционального человека от психотичного истерика. Вот здесь то же самое. Вот вам мир дает первый сигнал, второй сигнал, третий сигнал, четвертый сигнал. И вот вы говорите, нет, 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 у меня хороший брак, у меня хорошая работа, стабильность, комфорт, все, не буду ничего менять, но потом мир вас поганой метлой начинает сметать. И обычно люди приходят к астрологу в этот момент и говорят, вдруг, вот вдруг случилось, вдруг плохой период наступил, вдруг настала черная полоса, вдруг вообще ничего не бывает. То есть, если вы что-то уловили вдруг, следовательно, вы очень долго что-то игнорили, очень долго что-то терпели и оно висело на соплях. Поэтому, когда, ой, вдруг от мужа пахнет женскими духами, ой, что-то всех сократили на работе и полгода работы не можете найти. Вот эта тема, ой, ну, вдруг, следовательно, вы очень долго были слепы, глухи к пространству, естественный ход событий, просто вот сначала чесал вас, а теперь он бьет молотком по голове. Очень часто, очень часто совсем эти мощные удары происходят на соответствующих возрастных циклах. 28-29, 36-37 и иже с ним. Вот, поэтому обойти без последствий точно не получится, вы его проживете в том или ином виде. Но если вы убежали от событий здесь и сейчас, сказали, ой, я не буду проявлять агрессию, я не буду ругаться, ну, чтобы все было хорошо, быть хорошим. Но вам это по голове в любом случае прилетит. Потом, потом. И Наташа Уидлав пишет, что по прогностике может быть вариант, если сделаю это то, а если не сделаю, то будет то, то можно ли прочитать варианты. Вот Наташа прям тренд последних двух лет работы рассказывает. Потому что когда-то прогноз я делал как? Табличка была, такие-то сферы, произойдет то-то, 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 то-то. И вот табличку я человеку отдавал. Вот то-то произойдет. Сейчас уже совсем другой подход, сейчас алгоритмическая матрица, и там прогноз он не линейный, а скорее я сетку делаю. Но это прям новенькая разработка, я ее тестирую. Как раз вот алгоритмическая матрица показывает самые ошеломляющие, самые мощнейшие результаты. И как раз то, что Наташа говорит про если это, то то, если то, то другое. Вот ровно так последние два года и работаю. До этого занимался несколько другим, таким более примитивным ученическим подходом. Марина Шалаева 86, если правильно прочитал. Как мы относимся к реалокационным картам. Транзит с морем Наталья реалокационный. Родилась в одном месте, в другом живем и так далее. Вот мне, по-моему, три часа на Уране мы при реалокации рассказываем. Если это сделать одной фразой в прямом эфире, чтобы вы поняли без специальных терминов, то... Вот у вас есть ваше тело, голенькое. Вы с ним на всю жизнь. Вы можете хоть на Юпитер улететь, все равно ваше тело с вами останется. Никуда вы, соответственно, не денетесь. Из него вы из своих кишок, из своей черепной коробки, из своей грудной клетки вы не выпрогнете. Ваше тело это Натальная карта. Точка. Оно работает всегда, везде, абсолютно. Вы на это тело одеваете тряпочку какую-то. Эта тряпочка что-то закрывает, что-то усиливает. Ну, например, какая-то запчасть вам кажется непривлекательной. Но она как-то маленькая, обвисленькая немножко. Вы идете в соответствующий магазин, покупаете тряпочку. Эта тряпочка усиливает ту запчасть, которая вам не устраивает. И вам кажется, ух ты, о, как я говорю, как здорово. И незаметно, и незаметно. Вот эта тряпочка новенькая, которую вы в качестве апгрейда себе купили, это и будет релокационная карта. И она работает по определенным формулам, по определенным последовательностям и структурам. Потому что если вы на свое тело одеваетесь то, что ему не предназначено вообще, то эффекта никакого не будет. Если эта тряпочка губка посудомоечная, вот вы взяли губку для посуды, положили себе на голову, но она ничего не решает. То есть там нет функциональной какой-то роли у нее. Соответственно, да, релокационная карта будет кое-что решать. Есть некоторый дополнительный прогностический слой. Например, вы ходите на улицу и ходите голый или голая, и чувствуете температуру, все. То есть натальная карта в любом случае работает. Но одевая тряпочку, одевая релокационную карту, то вы считываете некий новый событийный слой. Эта тряпочка может помочь, потому что, например, это хороший свитер, вам в нем тепло. Тряпочка может мешать, потому что вы ее купили и, например, забыли срезать ценник. Идете по улице, и оно чешется, оно колется. И вот вы уже все изгелозились, все, невозможно, тут чешется и колется. То есть что-то не то с этой новой тряпочкой, и что-то не то с этой релокационной картой. Поэтому бывают такие города, бывают такие места, что вы туда приехали и тут же болеете. Или приехали и тут же денег нет. То есть прямо вот место реагирует так. Бывает, бывает, но это подвязано на огромное количество показателей из натальной карты. Потому что есть люди, которым надо валить срочно и обязательно. Есть люди, которые куда бы не переехали, им все пофигу. Есть люди, у которых вообще стоит некий запрет, точнее отсутствие одобрения судьбы на переезд на совершенно другие территории, в другой социокультурный контекст. Поэтому здесь уже куча нюансов. Но если что, отношусь нормально, но не так, как некоторые школы, которые работают только с релокациями. То есть, опять же, по-моему, Шестопаловская школа, СПБ и А, с некоторыми преподавателями общался, тоже балуются. Натал забываем, строим только релокацию. Вот в этом городе вы балерина, потому что у вас такие формулы. А в другом городе вы летчик дальней авиации, потому что другие формулы складываются. И вот хоть трава не расти. Я не поддерживаю этот эффект, потому что вот ваши натальные карты, вы от нее никуда не денетесь. И если мы говорим про обычный такой прогноз, бытовой, житейский, то смотрите натальную карту, не ошибетесь. Если у вас суперсложный случай, вы просчитываете какому-то адвокату суперважное заседание, ну тогда много что учесть надо. Релокации, это еще не единственное все надо учесть. Но там будет много. Там будет много всего. Поэтому отношусь, но аккуратно, лояльно и так далее. Лил Бизнес. Почему не работают спортивные, хоррорные астрологии, предсказания, результаты матчей и так далее? Вот я обещал по хоррорке чуть сказать, что есть успешные кейсы работы хоррорных карт, безусловно. Есть прекрасные ученики у меня, которые сами занимаются и преподают эту хоррорную карту. Есть мой учитель хоррорной астрологии Юрий Юрьевич Олешко, который, ну, пожалуй, я буквально пару человек могу вспомнить, кто реально повлиял на меня, на мое становление как специалиста. Ну, вот Юрий Юрьевич преподавал хоррорную астрологию, но мне он поставил астрологическое мышление. То есть, после него у меня очень важное переключение произошло в голове и нереальный прогресс, причем не по хоррору. А с хоррором фишка такая, что как будто белые пятна, есть их много. То есть, чего-то мы не знаем, чего-то очень важного. Если кто не в курсе, хоррор – это гороскоп вопроса, когда можно спросить что-то совершенно конкретное. Приедет ли сегодня электричка, пойдет ли сегодня кот в лоток, изменит ли мне сегодня вечером муж, вернет ли мне Вася 500 рублей и так далее. Есть астрологи, которые только на этом и специализируются. Я на этом не специализируюсь, я использую хоррор точно, как некая дополнительная такая разведочная методика. Он противоречит духу моей работы, потому что, говорю, экспериментально установлено то, что хоррор далеко не смотрит. Хоррор, ну, месяц, а то и вовсе более короткие такие интервалы. Когда у меня вопрос, ну, который предполагает такую точечность и точечность, что нужно что-то проинвестировать, или что нужно заказать машину, или что нужно понять, есть ли в земле, которую я покупаю, какие-то подвохи там, не будет ли проблем с лимфодренажом, нет ли там каких-то взаимодействий близлежащего болота с моей землей. Ну, тогда я посмотрю. Тогда я посмотрю. Но по всем остальным пунктам мне совершенно пофигу, что будет завтра, потому что я мыслю пятилетками. И хоррор, который говорит, что будет завтра, что будет через неделю, через две, мне абсолютно пофигу, что будет. Потому что работая с Наталкой, работая со своими всякими персональными трендами, со своей энергетикой, со своей психологией, естественно, естественно работает. С Борисом Израителем приходил взаимодействовать, но косвенно, через конференции. И то это был давно-давно, он не нравится. Как специалист нравится, но учиться у него не учился. Как специалист он не очень нравится. Прекрасный человек. Поэтому, почему не работает спортивная хоррорная астрология? Наверное, потому что вопрос криво задают. Наверное, потому что вопрос криво задают. Был, опять же, известный хоррорный астролог Альфи Льва. И он с помощью хорроров прогнозировал фьючерсы на серебро. И он сам пишет в своих мемуарах, что ему понадобилось 35 или 37 лет, по-моему, чтобы научиться задавать хоррорный вопрос правильно. То есть, 35 лет мне меньше. Вот ему 35 лет понадобилось, чтобы научиться задавать хоррорный вопрос. А так как все-таки я занимаюсь практической астрологией и специализируюсь на бизнесе, на финансах, вот ко мне придет человек и захочет сделать прогноз, я говорю, ну давайте вы мне там пару миллионов заплатите, и мы 35 лет будем учиться задавать вопросы. Вы мне будете пару миллионов в месяц платить за это, а 35 лет я вас буду учить задавать вопросы. Ну, мне как-то неинтересно это. Опять же, и в реальных таких обывательских условиях этот харар применим плохо. Но есть те, кто им занимается, я отношусь с уважением абсолютно. Сам я его не преподаю, использую точно и солидарен со многими коллегами, которые говорят, что работает криво. Работает криво. И, ну, так или иначе, так или иначе, здесь уже на ваш, что называется, страх и риск. Так, это да, ответили. С какого возраста можно увидеть что-то в прогностике у ребенка, спрашивает Ма Танья, если правильно прочитал, опять же. У стариков и у детей прогностика работает специфическим образом, не так, как у взрослого человека. Условно, это первая квадратура Сатурна лет с 14 и возвращение Сатурна 58. Вот с 14 до 58 прогностика работает конвенциональным путем, то есть все стандартные формулы, все наши механизмы, они работают под этих людей. 14, 58. Значит, из 58 плюс есть своя специфика, ну, например, рождение ребенка у 60-летнего человека, как правило, это рождение внука будет. И там еще много всяких нюансов, связанных с семейными бюджетами и прочее, связанных с работой родового эгрегора в том числе. У маленького ребенка до 14 лет, ну и подростка в том числе, тоже есть своя специфика. Там прогнозировать-то можно, но будет криво, будет нестандартно все. Почему? Ну, например, у маленького ребенка в карте развод. Прям видно все, дирекции, странзиты, все, развод при развод. Как правило, это развод родителей. У маленького ребенка в карте события рождения ребенка. Ну, в 12 лет, конечно, бывают специалисты, которые рожают, бывают затейники такие, но, как правило, это родится брат сестра. Или у маленького ребенка огромное количество событий на МЦ, просто термоядерные события невероятные. Думаешь, ну что, его уволят, что ли, в тюрьму его поставят. Ну, вряд ли. Как правило, это либо здоровье, либо семейное какое-то событие. И прогнозировать тяжелее, но можно. Прогнозировать тяжелее, но можно. Но поэтому с какого возраста можно увидеть, в принципе, с любого, если знать как. Но та классическая прогностика, которая пишется в справочниках, в интернетах, она с 14 до 58 дает неплохие результаты. Допустим, если кто умеет пользоваться. Но потом есть свои нюансы и особенности, но я научился. То есть, я присуропился, в принципе, сейчас, опять же, в районе 90% мы попадаем неплохо. Так, этот интересный момент. И еще шикарный вопрос. Астролог Ольга Карелина. Транзиты Плутона спрашивает. В частности, мажорные. Соединения квадрата с Солнцем так ли страшны, как описывается в традиционной астрологии? На форумах почитаешь, у многих проходит лайтово. Очень интересный наш взгляд на этот временной этап жизни людей. Но здесь, конечно, это весь курс Уран, плюс вебинар искусства управления событиями. Мне понадобится, ну так, несколько дней, чтобы тараторить подряд на эту тему, хоть что-то выдать. Но, в чем фишка? Действительно, есть факт. Во-первых, в книжке написано, пришел Плутон на Солнце, секир башка, Плутон на Луну, рак умрет мама, Плутон на Меркурии, голова опять же отвалится, речь парализуется, самолеты, машина, все взорвется. Пришел Плутон на Венеру, нет ни денег, ни отношений. Плутон на Марс пришел, все, у вас импотенция. И изнасилует вас в подъезде, ваш же собственный код. Вот это такая лобовая трактовка, которая в том числе присутствует и в книжках, которые я сам иногда рекомендую. Драгановская книжка по транзитам, например, она неплохая. Но она рассчитана на среднюю температуру по больнице. И имеется в виду такой средний человек, который особо собой не занимался, не компенсировал ничего. Он не находится ни на вершинах своего эволюционного развития, но, с другой стороны, он не находится в глобальном коматозе. Почему? Потому что для того, кто в глобальном коматозе, скорее всего, он этого транзита не заметит, но потом ему пролетит очень сильно. Для тех, кто находится на вершине своего духовного развития, на вершине эволюции, ну, скорее всего, этот Плутон принесет только плюсы. Только плюсы принесет абсолютно. И будь то квадратура, будь то оппозиция, когда-то опять же, когда я был маленьким и глупым, видел там оппозицию транзитного Сатурна на Солнце, и человеку взрослому, реализованному, предпринимателю, но в голубом глазу пишу, депрессия, проблема, которую невозможно решить в лоб, необходимость преодолевать препятствия. Потом мне человек дает отчет, говорит, хрень полная, бред, вместо депрессии, наоборот, закрыл огромную сделку, вместо отсутствия сил, наоборот, перестроил структуру, организацию провел, все здорово просто работало, все замечательно, шикарнейший был период. Ну и потом, соответственно, вот я почесал затылки, думал, вот вляпался опять, надо же, бывает, прошел год, два, три, четыре, пять, сформировалась современная система, соответственно, которой я пользуюсь, и вот так в лоб это не работает. Почему? Потому что любое прогностическое окно, это некий тренд, это волна, волна, причем постоянными точками, изменения, выбор, изменения, выбор, изменения, выбор, и мир достает из кармана нашу же собственную энергию и тычет нам в нос. Вот у вас, у каждого в карте есть Плутон, вот этого комбинация ОМОНовца и порно-звезды и дракона Смоога из Хоббита, который ворует золото, жжет крестьян и пожирает девственность. У каждого он есть, у кого-то он сидит в деньгах, у кого-то, не знаю, в информации, и тот будет Чак Норрисом по телефону, у кого-то в доме брак, поэтому вы довели своего мужа до седины в его 25 лет. У каждого этот дракон Смоог сидит где-то в карманчике персональном, а тут в прогностике происходит перестановка, как пятнашки такие переставляются, и ваш персональный дракон залез вам на асцендентное физическое тело. И если вы используете его по назначению физически всю жизнь, тогда это один вариант, тогда это один вариант, тогда, ну, например, вы выйдете на публику. Когда у меня Плутон по асценденту ходил, я взлетел в деньгах где-то в раз 40 примерно, и опять же по популярности взлетел. Когда Плутон ходил по асценденту, я избавился от неких проблем по позвоночнику, причем, как бы, мир меня навел на эти мысли. Я не помню ни одной гадости вообще физически. И то же самое со всеми остальными факторами, со всеми остальными показателями. Более того, когда я тоже самый Плутон анализировал, до этого он на Марс наезжал. Но я не знал современных алгоритмов, не умел ничего компенсировать. Тогда у меня опухло полголовы, зуб опухло, то есть там Марс проблемный в карте, и с тех пор у меня все зубы, как у дедушки, искусственные. Ну, вот прям видно по контрасту. Человек взошел на некий новый уровень эволюции, хренак с Плутон совсем другой дал. И Плутон в этом плане благодатный, в плане петель. То есть он первый раз вас ударил по жопе достаточно больно, и вы думаете, о, надо меняться. Потом вторая петля плюс, третья, два плюса, четвертая, пять плюсов. То есть вы видите, как в моменте вы эту петлю начинаете использовать плюс. Поэтому, ну, смотря как вы пользуетесь энергией, тот вселенский официант раздает вам внешние условия, внешние декорации. Но помните, что мир не дает вам ничего нового, ничего того, что не было бы внутри вашего потенциала. То есть актуализируется то, что и так в вас. Но просто вы можете сказать, что да нет, я добрый, позитивный, никакого Чак Норриса по телефону у меня нет. А тут фигак вас начинает материть, вас начинает ругать внешние обстоятельства. Вы говорите, да я же спокойный, там простая, добрая, чего меня матерят кто-то. А у вас внутри фактор этого вербальной баталии, например, есть. И вы его, соответственно, работаете. В принципе, вот, в принципе, вот, что можно сказать. И на форумах, действительно, вы можете увидеть совершенно контрастные темы. Кто-то пишет, Плутон прошел по Солнцу в Козероге, вся жизнь развалилась. Кто-то пишет, да ничего особенного, замуж вышла, забеременела, и вот и все. Значит, следовательно, вот тот, кто пишет, ничего особенного, но находится в полуовощном состоянии, но с Плутоном дружит. Тот, кто пишет про все развалилось абсолютно, и гадости, и катастрофа, тот, опять же, с Плутоном не дружит. И Плутон просто изничтожил этого человека. Тот, кто, наоборот, открыл бизнес и позитивные ситуации, то люди более-менее близки к своему ресурсному состоянию, более-менее дружат с этим самым Плутоном. Поэтому вот, поэтому вот. Но вот, если ответить еще раз, может ли быть такое, что транзит Плутона вообще пройдет незаметно? Ну, конечно, в легкую. В легкую абсолютно. Может пройти незаметно, но потом проходит лет 10, и вы обнаруживаете, что у вас опухоль где-то в позвоночнике, которая уже на четвертой стадии, ее фиг удалишь. Проходит лет там 5, и вы обнаруживаете, что отца там какой-то запущенный инсульт непонятный. То есть, оно вас догонит в любом случае. В моменте вы не заметите. Но фишка в том, что система-то, она универсальная, работает закон о сохранении энергии там, закон о Ньютоне термодинамики, все работает идеально. И вы это увидите, вы это увидите, но просто не сразу, а завтра. Здесь у мира есть инерция, и эта инерция работает всегда безусловно. Ну и пару на этот самый, значит, на засыпку. Лил Би спрашивает астрологи, говорят, в прошлой жизни были тем-то, поэтому надо в этой жизни делать то-то. Но если душа проживает хрен в эту тучу тысяч жизней, то какая разница, с кем она была в прошлой жизни? Ну, махонький комментарий, что вот вы до этого были бухгалтером, потом стали юристом, потом забили на все, пошли на психфак и изучаете рейки. И сейчас опираетесь на багаж психологического образования и стали мастером рейки. Про юриста-бухгалтера не помните. Вот то же самое у души. То же самое у души, когда вы прошли это воплощение, это воплощение, это воплощение, появился совокупный опыт, из этих двух кирпичиков вы построили третий кирпичик. И когда вы приходите сюда в это воплощение, вы же не весь кирпичный завод тащите, вы тащите пару инструментов. Поэтому, если вы профессиональный астролог, вы видите не одно воплощение, вы видите их спектр. Вы видите их спектр, более того, вы видите иерархию, что было раньше, что было потом, где что было накосячено, каких персонажей из прошлого воплощения принесли мы сюда, чтобы косяки исправить. То есть, там карта начнет играть всеми цветами радуги. И душа притаскивает махонький кирпичик, который ей нужен для строительства некоторого нового здания опыта. Но не все, но не все, поэтому не переживайте относительно 10 тысяч. Мила Венецианская, видимо, не дождалась кураторского часа в этот четверг, спрашивает, насколько далекое будущее имеет смысл прогнозировать. И стоит ли клиенту по ретропрогнозу рассказывать об упущенных возможностях. Ретропрогноз – это ситуация, когда вы человеку называете его прошлое, не зная о нем вообще ничего. У человека в этом случае бывают разные реакции. Слюна отделительная, потоотделительная, эрекция головного мозга. Бывают там глаза из орбиты лазят. Ну, разные ситуации случаются. Стоит ли клиенту рассказывать об упущенных возможностях, я рассказываю. Потому что это наглядно показывает, что у вас тогда была перетряска на работе, а на самом деле этот мир пытался вам новую должность дать. Если вы сейчас поступите вот таким образом, то у вас будет новая должность. Если не поступите, тогда перетряска будет еще больше. Поэтому я, в принципе, рассказываю, но не с позиции обругать, сказать, ух, вообще позорище. А это скорее с позиции прояснить текущее, настоящее. И ровно по этой же причине совсем далекое будущее я не прогнозирую, потому что оно очень абстрактное. Даже будущее здесь и сейчас, через 5 месяцев, 3 месяца, 6 месяцев, в любом случае мы цепляемся к настоящему контексту. У начинающих астрологов, которые делают эти самые годовые прогнозы, у них есть грешок. То есть, они говорят, один соляр, а потом начинается следующий соляр. И вот просто разрубка идет. Первый соляр – брак счастья, второй соляр – депрессия, катастрофа, ничего нет. Такого не бывает физически. То есть, мир, он, в принципе, плавный. И было минус 50, а стало плюс 30. Конечно, где-нибудь, может, на горном Алтае такие трюки проходят, но здесь нет. То есть, соответственно, я год прогнозирую максимум, иногда меньше, иногда меньше. Но относительно баталии Олежка и Фроули – это известная тема. А Фроули просто там, он технарь по природе и с Близнецовским мерком, и со своим Сатурном, и острым языком. Вот он фаталистичен, конечно, в этом плане. Поэтому, таким образом, мы наш эфир сегодняшний подытожили. Я благодарю вас всех за внимание. Я учитывал максимум вопросов, которые смог уместить в этот самый час. Напоминаю, что вопрос «а у меня, у меня, где мой муж, где мой бизнес?» Это мы приступим к ним на следующем соответственном эфире. И у нас появился канал в Телеграме, обращайте внимание, в том числе туда будет выложена ссылка на этот эфир и так далее. Как узнать натальную карту страны? Там есть две карты, которые, карты России, которые мне нравятся. Один автор – Павел Цвилидов, другой – Михаил Борисович Левин. Найдите их в гугле через картинки, и всё. То есть, есть методы, есть мунданная астрология. У Драгана очень неплохие наработки по мунданной астрологии. Мне тоже нравится. Я сам ей не занимаюсь, потому что мне скучно это. Посоветовать книги. Сейчас у меня просто нет её под рукой, так бы я посоветовал. Я обычно советую. Если дома из кабинета, я прям показываю картинки, рассказываю и так далее. Адрес канала в чат я, наверное, не смогу дать. Вы посмотрите, пожалуйста, в шапке профиля. В шапке профиля, и там вот канал Телеграма вводит. Ну и, как обычно, AstroSobaka MyLabLife – наша почта по всем вопросам. Хотите к нам на обучение все мероприятия – welcome, все координаты есть. Не хотите ждать 8 месяцев и прочее – добро пожаловать кураторам. Там быстро здесь, сейчас качественно и круто, и всё. Поэтому так. Нам было очень приятно. Всем пока. До встречи в эфирах. Портнягин свою карту в эфире называет, поэтому посмотрите выпуск. Портнягин её прямо в эфире называет. Поэтому не переживайте. Всё, круто. Портнягиня. 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 Продолжение следует...